Для многих самарцев улица Красноармейская – это путь на работу и домой. Здесь проходят 8 важных трамвайных маршрутов, которые пользуются популярностью у жителей города в течение всего дня. Практически полгода на Красноармейской действовало ограничение движения не только для автомобильного, но и для общественного электротранспорта. Трамваи, следуя в исторический центр, поворачивали на улицу Галактионовскую. Но с утра понедельника составы следуют по новой временной схеме – вниз по Красноармейской и далее по улице Фрунзе. Таким же маршрутом и в обратную сторону – к железнодорожному вокзалу. С самого открытия движения на участке работали специалисты ТТУ и представители подрядчика, занимающегося строительством метро. В течение дня на маршруте регулировали движение, в том числе автомобильное. Для этого транспорта рядом с трамвайными путями выделили отдельную линию. Также, чтобы в будущем водители не выезжали на рельсы, установят специальное ограждение. Из города попытка поехать по трамвайным путям будет желанием. Также специалисты проверяли, как устроен верхний слой асфальта на открывшемся маршруте, как уложены рельсы и подключена контактная сеть. Следили и за работой светофоров, которые будут регулировать движение трамваев. Здесь вот с утра находится и главный ревизор трамвайно-троллейбусного управления, начальник службы движения. Считаем, что зеленый светофор, цикл очень маленький. В течение дня будет отрегулирована фаза зеленого светофора, чтобы растянуть, чтобы трамвай здесь не скапывается. Около года трамваи будут ездить только по улице Красноармейской и Фрунзе. Поворот налево на улицу Галактионовскую невозможен. Движение ограничили синхронно с открытием обновленного маршрута. Это необходимо для продолжения строительства станции метро «Театральная». Общественный электротранспорт следует по Красноармейской в оба направления. И на пересечении с Галактионовской два потока встречаются. Пропускают в трамваи друг друга поочередно. Регулируют движение два новых светофора. Также на перекрестке, где уложили рельсы, проезд регулирует необходимый механизм. Специалисты называют его крестовиной. Благодаря такому устройству водителям и кондукторам не нужно выходить из салона и постоянно переключать стрелку с одного направления на другое. С этой стороны врезка и вот с этой стороны врезка, благодаря которому делана небольшая излучина, когда трамвай своим ходом перемещается на эту крестовину и уходит на встречный путь. Схема простая, схема добротная, надежная. Не нужно каких-то сложных механизмов типа стрелочных переводов. И вместе с тем это очень сильно экономит время для проезда вот этих перекрестков. За утро по открывшемуся маршруту на трамвае проехали сотни жителей города. Многим новая схема проезда оказалась привычнее, чем путь по Галактионовской. К изменениям можно привыкнуть и главное, чтобы строительство метро шло в соответствии со сроками, отмечают самарцы. Для меня удобнее по фрузе. Вместе с трамваями открылось и автомобильное движение по улице Красноармейской. Для этого на дороге уложили свежее асфальтобетонное покрытие. Предусмотрели также пешеходную зону. Безопасно пройти можно как с одной стороны улицы, так и с противоположной. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...